Вечный огонь и свежие цветы. Отдать дань памяти солдатам и офицерам ценой собственных жизней, завоевавших победу, пришли сотрудники трамвайно-троллейбусного управления. С предприятия на фронт ушли 160 человек. 40 из них так и не вернулись. После войны многие фронтовики посвятили себя делу пассажирских перевозок в Куйбышеве. Иван Алексеевич Ильин попал в ТТУ сразу, как вернулся с войны. Хотя для него она закончилась не в мае, а в сентябре на Дальнем Востоке. Особенно первый бой на станции. Я же не видел, как это все было-то. Даже не представлял. А тут и валяются, и разбиты все, и снаряд бьют. В то время, пока бойцы воевали на фронте за победу, в тылу ее ковали не менее отчаянно. В военные годы даже самое, казалось бы, мирное предприятие – трамвайное депо – работало для фронта. Рассекретить тайны предприятий разрешили совсем недавно. Во время войны в этом чеке не только ремонтировали трамваи, но и производили артиллерийские снаряды и боеголовки для легендарных котюшек. Потом их на трамваи же отвозили к железной дороге, чтобы отправиться на фронт. Трамваи и троллейбусы перевозили рабочих на заводы, где также все делалось для фронта, для победы. Кроме того, в Куйбышеве были организованы и специальные маршруты. В период 1941-1945 года были организованы, вы знаете, если кто не знает, говорю, специальные трамваи и поезда для перевозки раненых от железнодорожного вокзала до наших госпиталей, которые прибывали с наших фронтов. Впервые в этом году на предприятии организовали бессмертный полк. Сотрудники принесли портреты не только своих родных, но и тех, кто ушел на фронт прямо из депо. Марина Матвеевична, Константин Головин. События.